Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И пошло захваты, передвижения Потом встал технику добавлять С этих захватов, передвижения Классно Вот вы в Обнинск уже какой раз приехали? Второй Второй раз? Нет, да я еще... Они продолжают работать по этой методике? Нет Что они делают? Вот мы же говорим методика Нарушение процесса, технологического процесса То есть если я делаю вот так У меня получится Mercedes-Benz Нарушил технологию, получил с БМ Ладно Ладно Это не реклама Это не реклама Технология нарушается? Нет? Что? Как? Как проследить? Они, понимаете Здесь весь вопрос как? Вы проводите семинар Семинар для чего нужен? Для того, чтобы или просто расширить познание Или просто праздник? Или просто праздник? Я детей спросил Я говорю Вот то, что я вам показывал С последнего раза Вы что-нибудь делаете? Нет, даже не так Они сами сказали Говорят Вот мы нас на соревнованиях Вот они вот такие и такие вещи там сделали А трейлеры так Да Мы что-то не видели Не помню Но дети тоже Говорили Там, не знаю Попытки, наверное, были Я вот когда уже заканчивал семинар Ну вот Во-первых, у них там где-то соревнования Скоро будет там Днечери 20 Кстати, надо, может быть, съездить посмотреть Как раз посмотреть Как это все будет работать И как раз дал под эти соревнования Соревнования Типа Кураша Там Без партера Без ничего То есть Без работы за ноги Ну, в общем, что-то такое Я вам показал скручивания У меня есть какие-то Ох Вот это как раз нам и подойдет Там есть движение Влад Ну, я, кстати, там Казань-то не показывал У меня есть движение, которое Ну, броском не назовешь Заваливание, наверное Ну, скручивание То есть, это использование Вот, может быть, IT-дол Какого-то там За счет вращения То есть, за счет вращения Соперник проваливается Падает на спину И я прям В конце семинара Сказал вам Я говорю Все зависит от ваших тревев Чтобы они это делали Я говорю Если делать не будут Я в следующий раз приеду Возьму палку И буду бить по заднице Правильно Дети как засмеяли Владимир Николаевич Ну, мы же ездили Вот, ну, втроем, да И Роман всегда меня останавливал Говорит Мы не едем научить А едем показать А тут вот Если семинар То прям Целенаправленно Чтоб научить Как учить за один день За два Да невозможно Нет, ты знаешь Возможно Возможно Если есть база Ну, конечно Если человек Чего-то представляет Ну, я вот помню У меня ученики Там спорткомплекс Борисова есть Там братья Там работал Четыре года Мы туда стали ходить Борисов Я там Там же Зал Где я там Как раз начинал работать Поднимался И там тренера Он просил Приходи Там что-то подел Вот У него там Два хороших парня Кстати, один Леша Леша Он работает Леша забил его фамилию Миша Власов Он потом Ко мне в университете В воде поступил Офицером стал Неплохо боролся Ну Вот Влас, ты говоришь Научить там, да? Я не помню Какое движение Я показал Через полчаса Они у нас стали Классное дело Легло Вошло Да И вот Знаешь Вот тут я Впервые как раз Увидел Двумя Ну вот Радости Радости Как раз у тренера не было У спортсменов Глаза загорелись У них стало получаться Они чувствуют А на тренера смотрел Он уже вот так Глаза опустил Вот что-то так Ну А это вот Зависть Или не знаю Что это такое Ты понимаешь Как это назвать Мой ученик Этому тренеру Все время говорю Приходи к Личинину Или приглашай его Он много вещей Покажет тебе Ну это вот сложно Знаете Роман же тренируется Уже окидол Скоро желтый поезд будет По пятницам И он делает Ну как бы свое Рефлектор Ну выключался И тело там Своей жизни Ну пресс Много общего Нет А я говорю А ты попробуй Ну вот Сделать Игел По другому Ну чуть-чуть И тут я Я-то его учу Сами в Орехову Зуеву поехали Там тренер тоже говорит Я думаю Блин я же Ромку учил Ну делаю Как они сказали Там Ну все равно У меня тоже там Проскакивает Ну типа не так Не так А я вот лучше знаю Поэтому Хорошая мысль Вот этот Мы были на этом семинаре Который Да Варик Розу Из Питера Тренер Икидо Как его Он сказал Вот эта связка Мне тоже понравилось Вот если Связка вот такая Ну в пульсе В вагонах В вагонах Вот она Вы ничего не сделаете То есть Сдвигаться будет так Чук Он остановился Чук А связка должна быть Вот вы раз И вот Тогда вы можете Делать момент Какой-то Тот же вращательный момент Понимаешь Как он показал Ну правильно Зюдо Триханул Это вот Вот это вот есть А чтобы бросок Нужно Ну чтобы Зюдо Там где-то другое Ром уже знает У меня есть 4 пружины Которые я показывал Используя эти Хотя бы просто 4 пружины Нет Я имею в виду Про метод Намного улучшить Триханул Все процессы Ну что вы скажете Вот такая связка Или вот все-таки Она тоже Связка должна быть Вот ты взял Все И вот она Не разрываешь Я как-то над этим Не задумывался У нас все-таки Другая специфика Конечно Ты тут Седьмой дан Тут грузишь Да и расслабься Ладно Давайте поговорим Это Принцип Вот этих крючков Конечно Он хорошо работает Я имею в виду Что с партнером Слился И тогда ты его Можешь перенаправлять А в джюдо Не сливает Ну как Или ударка Бум Ударил Он улетел Он про другое говорит Про методику Нет Ну вот Влад Ты говоришь Слился Контакт Я же Тоже все время На всех семинарах Говорю Что И самое главное Это почувствовать И управлять Соперник Да Многие дети Как Почему Борис Ничего не Площит Они Двигаются Без партнера Что-то крутится Вопло А спортсмен Стоит на месте Например Вот он и про это И говорил То есть мы движемся Вроде бы А партнер Стоит на месте И наша энергия Выходит Вот о чем Я говорю Вспомни На этом интервью Я говорю Что Ты Если хочешь Классно бороться Ты должен Соперник Сделать куклу Марионетку Чтобы ты им управлял Двигал Захотел Его заставить Шагнуть Левой ногой Правой ногой Назад Вперед Пойти Прочее А эти вещи Кто на тренировках Это показывает Я не знаю А если не марионетку Использовать А если слиться С соперником И стать им Представляете Это искусство Уже войны Лао Цзи Мы становимся Соперником И уже соперник Не видит нас Мы слились с ним Это знаешь Как у самураев Там Вдали от меча смерть Под мечом Жизнь Правильно же Вот Акидотом Или где это Там в конце Идет самое мощное движение А когда ты К корпусу приблизился Ну Человеческий организм Нет таких рычагов Мощности Близи себя Что-то проявить Вот он все время На расстоянии Когда начинают уже Рычаги работать Корпус добавляется И так далее А Близи Конечно Соперник Тогда надо Просто мы Подытожим Просто исследовать Такое время Такая возможность Такая Не может быть Должна быть Истина одна Истина одна Не может быть Шесть истин Истина одна О чем мы говорим Мы будем сейчас Искать шесть истин И что тогда Опять заблокнемся В лесу Ну во первых У нас столько бросков Столько интересных Всяких вариантов Позиции в борьбе Как там может быть Какая-то Разная форма Истина одна форма Разная Как вода Если Применять Скажем Истинно Вот в этой ситуации Решение Какое-то Твердое Жидкое И все равно Человеческий организм По-разному Реагирует Я же тебе говорю На одну и ту же ситуацию Я помню Не буду называть тренера Чтобы было не обидно У него парень То есть Призер на Россию И был Вот он его заставляет Спину с календы Он кричит Давай 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 А соперник-то Естественно Падать не хочет Он всем на задницу И сидит сзади Я ему говорю Скажи ему Что бы он сделал Назад бросок Он на меня посмотрит Так А опять Давай 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 Ну хочет добить Я ему уже подсказываю Другой ход Тактический Я говорю Вот смотри Подойди ему Скажи Вот смотри Ты огнал вперед Но уже сидел на заднице Ты бы его просто пальцем толкнул Он бы упал А ты боролся Именно как баран Ты понимаешь Но получилось Что извини Тут получилось Что тренер Как баран Понимаешь Вот она же часто бывает Вот например Я очень ревно Косоротова Слышал такое движение Надо Как это он Продавливает Пробивать что ли Захват Что-то как-то Такое Это у него Какой-то есть Термин Такой Ну что это такое Ну это опять Сила на силу Да Ну это его У него так Его организм Так предрасположен Кокер Шинкай Сила на силу Кокер Шинкай Сила на силу Нет Почему Тоже хорошо Вот вопрос теперь О жизни Можно по жизни Идти пробиваясь А можно Извиваясь Прогибаясь 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 А можно Слиться с миром И идти вот так Если не можешь Победить врага Сделай его своим Другом Если такая же Пьянку возглавить Надо Так что Это разные пути Бывают Я все таки Не согласен Что разные пути Путь один Нет У дерева Один ствол Ветки разные И путь у дерева Один Он вот Выходит наверх Не может быть Разного путя Ну будешь так Вопрос Разное дерево Ром Вопрос Кем из себя считаешь Кем я себя считаю Веткой Или стволом Я Или корнем Я явно не Нет Я скорее всего Ветки Или вене Ветки Белкой 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 Я Белки еще не было У меня Ром Спорьте Если ты у меня Детям пользуюсь И вот я уверен Влад Вот скажем Ситуация одна Решений много Принцип перевернутого конуса Вот такой Да Я даже всегда Детям говорю Я проверял Принцип Любая ситуация Там захват Какой-то Или что-то Такое В принципе Имеет От 10 до 15 Решений Это гениально Это венки Я даже сейчас Хочу сделать Такой материал В принципе Вот у меня есть Нарезки Я тебе рассказывал Ну лет Почти 15 лет Этим занимался И продолжаю Я вот вчера Закончил Еще там 10 вариантов Рассматривал В интернете Сейчас Много интересных Решений Особенно В партере Там Столько Накидывают Столько Интересных Штучек В партере Привет И у меня Как бы Есть видеоучебник У вас сейчас У меня есть Видеоучебник Там вот Любой прием Я его подбирал Как показ приемом Показ с анализом С разбором Контрприемы То есть защита Комбинация И подводящее Упражнение Вот Что еще Мне больше нравится Подводящее Упражнение Вот Около Десяти тысяч Видеофайлов Вот если просто Сейчас сеть И смотреть Это надо Где-то Наверное Около месяц Вот Не выходя Ниоткуда Ну сам Понимаешь Там Десять тысяч Видеофайлов Хотя бы Средним По три минуты Сделай Там Вот Это Вот Это здорово Надо Это здорово Нет А я сейчас Хочу Немножко Сделать По-другому Другой материал И может быть его Ну Может даже бизнес Сделать на этом Черт его знает То есть Например Захват Классика И решения Под классику Какие могут быть решения Видеорешения То есть это будет Вот опять Время другое Там если раньше Учебники были У меня сколько лет Там уговорили И диссертацию писать И книгу написать Не хочу Мне не нужно Это ничего То есть Вот под каждый Разный захват Сделают Вот эти вот Десять Пятнадцать решений Но с моей точки зрения Кто-то там Может быть Еще что-то добавить Я когда вот Рассказывал Мой принцип Обучения Индивидуально То есть я Создаю ситуацию А решений много Вот я говорю Этот принцип И у меня ученик Каждый разный ученик Находит свои решения Ты высокий Семинар Разные чемпионы Мир Олимпийский чемпион Они просто Приемы Покажут Покажут Именно То что они Делали Под свою Природу Ну их Пригношают Себе только Он ушел Дверь закрылась Через неделю Попроси детей Показать Ты даже не вспомнишь Что он показывает Потому что Это все чужое Потому что Наша задача Тренеров Научить спортсменов Бороться На соревнованиях А все тренеры Занимаются Именно показом Приемов Вот я еще Сколько раз говорил Когда меня спрашивают Чем отличается Моя методика От других Я говорю Ну вот Ваша методика Вы учите Приемчикам А я учу Бороться Сложно, нет? Нет Задача ясна Есть задача Научить делать прием Есть задача Научить бороться Все И выигрывать А есть задача Научить выигрывать Ну у меня сразу Это как бы Бороться и выигрывать Но бороться Оно и есть Не, можно бороться И выигрывать Я вот сколько не боролся Ни разу не выиграл Поэтому у меня просто было Бороться Вот я выхожу И борюсь Сейчас я в хоккей играю Ну, значит Мне надо Более Точнее выражаться То есть Я учу выигрывать Да Выигрывать А вы учите приемчикам Вот и все Да, это же неплохо Вот я учу приемчикам Ну Нет, цели просто разные Нет Цель немножко другая Задача Нет, стоп Обожди Леш Целью не целей Нет, у Влада цель Обучить приемчикам Это просто оздоровление Это вот Оздоровление Ну нифига себе Вчера оздоровление Он говорит Вот так делайте Сюда в челюсть Бам Как дал мне Блин У меня чуть зубы не вылетели Оздоровление Ноги-то дернул Дернул Вставил на место Вот насчет цели Я помню Где-то в Италии Меня пригласили Я месяц ездил Меня по клубам возили Там Я показывал технику Прочее И все И вот приезжаю в один клуб В чем клуб Скорпион Я тоже скорпион Я не чемпион мира Я не виски Там каких-то Титулов Спортивных нет Там ходят Несколько раз Чарные пояса Выходят Так что-то Мне это завело Типа Насранцы Сейчас я вам дам Я им как дал технику Они стоят Они ее сделать Повторить не могут Они ее сделать не могут Ничего страшного Я их спрашиваю Не, потому что Они в Италии Например В отличие от французов Вот французов Они, я не помню Там Сами мне итальянцы Трию рассказывают То, что Типа Во Франции прошло там Шесть или сколько-то Регенерации То они были Шли по японскому пути Потом в другое Добавляли Советский стиль И так далее Они постоянно Взять, например Дуи Баркас Бурас Они все боролись В наши плотные захваты Бомбардюр Дуи Брал грузинский пояс Сделал либо задний Либо подхват То есть Они обогащали Технику джидо Другими направлениями А итальянцы Они приверженницы Были именно чисто Японского направления В основном Ну вот когда я там Я не помню Лет 20 Наверное было Больше уже И я их спрашиваю Потом Я говорю Ребят А вот вы ходите Занимаетесь джидо Для чего? Ну что же На пляже понравится Красиво Там девушки Или вы хотите Результат иметь? Они все сказали Нет, мы хотим иметь результат И Послушайте Они знают Что сами мне сказали Говорят Вот ваша техника Это в Азаре Япон Наша техника Которую мы делаем Это кока юка То есть То что я показывал Вот эту нашу Плотную борьбу Там прочее Она более эффективна Ведь по этому пути Пошли все страны Потому что Бороться в классическом стиле Вот в этом Очень тяжело Надо было отдать Высокой координацией Точностью движения Понимаешь Скоростью И так далее То есть там Ну можно сказать Идеальный человек должен быть Чтобы в этом Да Ведь даже например Взять Тоже Японию Где заниматься Там не Япония 5 или 10 миллионов Человек занимается Джидо Да И все равно Вот Таких вот как Инакума Ямасито Их тоже единицы Потому что Такие люди Под эти требования Под Японию Они рождаются Может быть Раз в 20 лет Может быть Раз в 30 лет А так Оно Оно тоже Ну Сравните Санакума И Сонака С Ямасито Которые не проиграли Ни одной встречи И он Он И в Японии бывает Проигрывать И там проигрывать Все равно проигрывать Ты понимаешь То есть Он близок К этому идеалу Да Ну например Как он делает Подхват Мне не всегда Нравится Когда он головой Втыкается Заваливается То есть Там движение Получается Не техничное А силовое Все равно Так же как Ильядин Борол Вспомни Как он брал за голову И втыкался Он сам втекался Прям там Как у него шею Это выдерживает Вот он Допросит нас Илья Я например Как инженер За такое движение Палкой бы его били Просто-напросто Потому что Есть определенные Рациональные направления Бросков Куда надо делать Вот это Японцы не показывают Я потом собрал Вот у меня есть На этом же Телефоне Я всегда Демонстрирую Ученика Вот смотрите Японцы на всех Учат Вот так бросать Во всех Вот смотри Вот ты меня бросаешь Вот так И вот смотри Я сюда могу Сюда могу Просто сесть могу А как правило Он на тебе остается И начинает тебе Зубочистку делать А что они делают Японцы А сами что они делают Они бросают Вот так Сваливание Не сваливание Диагональ А направление Я вот покажу Нас смотрите Японцы И смотрят Все броски в сторону Кога Кстати Иногда даже Вот он поворачивался Так Он иногда даже Назад бросал То есть он выкидывал Спиной А вот этот наклон Ну Нет Этот наклон Они тоже делают Кстати Тот же Оно Там часто Подворачиваются Вот сюда Уходят Отсюда Но у них Вот корпус Они знах Как они Вот этот корпус Потом закручили А у нас нет Он упал носом В ковер И этим носом Пашет По татами То есть Вот этого вращения Нет Все равно Да Даже Он скажем Сюда ушел Но у них Ну скажем Вот у них есть Это Как-то Гурума Аши Гурума Что ли Когда вот он Колено перекрывает Типа подхвата Как Харай Гоши Только он Сбоку уходит Но там надо Сильно крутить руками У нас Эту школу Не поставили У нас Все делают Наклоном Носом В ковер Носом Упал Все Вращения Нету Никакого Она даже Соперника Под себя Закручивает Вот как Кстати Классно Закручивает Этот Варлам Лепартериане Это он Одной рукой Буквально Закручивает Он Этой рукой Правой Например Когда просто Даже Начинает Падать Встает И потом Вот так Затягивает Человека Под себя То есть Ну это С точки зрения Биомеханики Можно Разные решения Придумать Но проще Вот сюда Бросать Закручивает И назад Точно так же По диагонали Вот направление Бросход Должен А вот здесь Вот пустота Здесь Во-первых У соперника Самая высокая Защита Самая высокая Степень защиты Вот Дай руку Ты пошел За руку А я к тебе Корпус подвернул Ты хоть Почувствуешь Вот я к тебе Корпус подвернул Да ничего Ну что ты тут Делаешь Дядька Скажешь А в руку Дал движение Плюс Добавил корпус Человек улетает Нюанс Да Здесь видите Вопрос о том Что еще раз Мы Ром Извини пожалуйста Я хочу В ту же лузу Помнишь На прошлой тренировке Вот которая Последняя у нас была Я тебе рассказывал То что на ютюбе Увидел интересную Переднюю подножку Да Помнишь У них как бы Не в захвате А как бы Вообще Только за рукав И подворачиваясь Как бы Упираясь Леванхи делал Кореец Да Упираясь Ученика Два года нужно Для того Чтобы его Как-то Подготовить Вот пришел ученик Он занимался Пять-шесть лет Где-то Сколько времени Два года Нужно Усилен Мероприятий Для того Чтобы Как говорится Сделать реабилитацию Ром Мне вообще Как бы легко Когда приходит Человек Который Почти не обучен Легче Дело в том Что человек Который приходит Имеет за собой Пять лет И больше У меня бывает Именно там Приходит Ну вот Расул Пришел Двадцать три года А он буквально Только встал на ноги И он всю жизнь На ковре провел Вот поэтому Мне двадцать с половиной года Пришлось Поставить ему Другие навыки Ты понимаешь Ведь Большой спорт Это что Это подсознательная Подкорка Вот эти рефлексы Работают Ты не успеешь Подумать Сейчас я подвернусь Пока ты сказал себе Сейчас я подвернусь Уже ситуация поменялась Вот ты на машине На машине едешь Раз ямка появилась Раз ли сделал Вот Вот сеть движения Вся работа На тренировках На соревнованиях Она уходит в подкорку Ее уже не вырубишь никак И поэтому Когда я Начинаю работать Заставлять спортсмена Думать Встать в другую стойку Он выходит на соревнованиях Он делает то что привык В стрессовую ситуацию Подсознание работает Так как он привык Поэтому мне нужно Время Чтобы Внедрить Новый рефлекс Навык При условии Что он будет впитывать Разрушить Старые нейронные связи Создать новые Я кстати Никогда не заставляю Разрушить старые Скажем Он делал переднюю подножку Да и хрен с ним Пускай делает Там И он Как делал Какое движение Я никогда не запрещаю Технику Ребят Я просто предлагаю Что-то свое Ты сравниваешь Подходит это тебе Или не подходит Вот таким вот образом У меня все время Я во-первых Заставляю своих спортсменов Думать Он ко мне часто Прибегает Он помнит Тоже Махер Там прибегает Владимир Николаевич Вот я там Что-то придумал Давайте посмотрим Вот Это не только он Так У меня всегда Так часто бывает Спортсмен подходит Владимир Николаевич Вот у меня Вот тут Давайте вот это попробуем Вот так Или я Предлагаю ему Вот твои техники Мне конечно Вот это подойдет Давай попробуем Нанизываем Новые вещи Но самое главное Это опять же Ром Моя методика Требует Спортсменам Научиться Бороться Начинать схватку И в левой И в правой стойке А многие считают Что Если я поменял стойку Все это смерть Но тем не менее На это буквально Выходит Ну недели Две-три Вот человеку поставь И все Он нормально Начинает в этой стойке Уже адаптироваться Выходит на соревнования Опять встает Свою стойку Я всем рассказываю Вот У меня был Вместе с Расулом Кстати я считаю Что он мог даже быть Лучше Расулу Бакиви Асаракова 90 кг Который пока За все эти годы Единственный Кто из таджиков Выиграл большой шлем Он у нас в Москве Выиграл у японца Чисто И в финале Выиграл У чемпиона мира По молодежи Долока У нас в Москве Таджик Выиграл впервые Большой шлем Он тогда назывался Супера Категории Вот Боремся Осенью На чемпионате мира В Египте Выходит Белорус бороться Андрюха Андрюха Каджиченок Сейчас он вроде бы Главным тренером стал Белоруссии Подзюдо Он борется В левой стойке Подворачивается Вот сюда Я своего Неман говорю Правый захват Первый То есть остановить плечо Чтобы он не смог Подворачиваться А он левосточный Он стоит Да Малин Все правильно Все Выходит Хоп Борется в своей стойке А эта стойка удобна для Андрюха Он сюда подворачивается Спины делает Гоняет Гоняет У меня анимат Анимат Получает шида Падает на коку Я 4 минут Уже кричу Правая Первая Правая Первая Бесполезно Рефлекс Рефлекс Понимаешь Хочешь не хочешь Потом он все-таки Включается Начинает правильно бороться Наказывает Андрюха Дает шида И он его бросает на Япон Ну с гонгом В принципе должны оценивать Но в то время Таджики вообще Не знали что это за страна Меня часто спрашивали А где эта страна Находится То есть не дали Япон Но он бросил Я ему говорю Потом после схватки Анимат Я 4 минуты тебе кричал А хрип Почему ты меня не слушал А он не может ответить Потому что рефлексы работают Вот Леха Куликов Ты знаешь Да у меня Год у меня проторговался Выигрывать чемпионат России По ветеранам Я говорю Леха Такое печенье Что ты у меня вообще В зале не был ни разу Из того что мы с тобой делаем Ты не сделал ничего Нового Обиделся так Я говорю Ладно не обижайся Это рефлекс Леха Это у тебя Появится только через какое-то время Даже как Котова я там ставил Леха Котова Через полтора года Он мне стал бороться Он выиграл чемпионат страны Все Японии А до этого Кто там на Котова смотрел Никто Только за счет Вот этих вещей Захвата передвижения И он сейчас Спокойно может выйти С любым мастером Отбороться Не тренируясь Ничего Потому что На этих принципах Действующий спортсмен Выключить элементарно Потому что через 10 минут Он сдохнет У него закислятся руки И прочее Когда ему руку Будут рабочие отключения И для этого Вы рекомендуете И вправо И влево бороться Чтобы иметь ресурс Продолжать схват Мне что-то подсказал Вот смотри Получается Это вышел Своей стойки А эта стойка Для спортсмена удобна Это подарок для него Поэтому Другой захват Другой захват В другую сторону Совершенно И просто Как мне казалось Я так неуклюже Подворачивался И они летели И вот я так выиграл Чемпионат России По студентам И я в принципе Так же и выиграл И чемпионат мира По студентам Сказалось непривычно Просто в другую сторону Был вынужден развернуться Когда ничего не получается И люди летят Летели Представляешь Я согласен с этим Ну вот смотри Не помню когда-то Тоже давно уже Путин устроил Такой спартакиад Между вооруженными силами И МВД Я в старшем тренере МВД был И собрали команду МВД И я готовил И у меня в команде Годовников Дима Максимов Я им объясняю Ребят Давайте Ничего не будем Постарайтесь Я вам буду подсказывать Вот чтобы вы Понимали что я от вас требую И буду там требовать На соревнованиях Вот давайте эти вещи поделаем То есть Против левой стойки бороться надо Вот так Против правой стойки надо бороться Вот так Максимов стоит Как это так? Стойку поменять Да это что? Типа это преступление Там это туда-сюда Я говорю Дима Давай не будем спорить Ты просто давай Делай и все Это просто дело Это просто тяжело Да Просто тяжело Да обойдите Послушай Когда они стали делать Я по глазам То смотрю Он так Оказывается Это нормально Понимаешь Да И у меня И помню Кажется Серега Хованский Тогда у меня был В команде С Гаваном Да Вот Гаванов Который сейчас работает Сборной стороны Я его спрашиваю Как ты с Гаваном борешься Он говорит Да вот я там Все время ему проигрываю Я говорю А как он борется Вот так Поборись вот так Он с Насраев Стал с ним бороться Гаванов Ничего не смог сделать Там Иван Петрович Царев Подземляемый Будет пухом Там так Судей зарядил Но мы в принципе У них выиграли Там и Хасаби Тау Боролся Призер Олимпиады И другие То есть Вот за счет тактики Мы немножко Ему строили Неприятные моменты Вообще И Гаванов Ничего не мог сделать Там он только Судьи ему навтыкали Что-то замечание То есть А он причем Серега Хованский Вот там Несколько раз подбросил Там Ну оценок не было Но по крайней мере Он И вот эту кинзу Там Бросил его Несколько раз Так что Это Ну я не знаю За мои годы Я пока для себя Нашел Единственный путь К тому Чтобы вот Добиваться Результатов с учениками Другого пути И как инженеры Как биомеханики Я другого пути не вижу Просто Состязаться В скорости Выносливости Техники Там наверху Все такие Понимаешь Потом Где-то я чуть-чуть опоздал Все Я сегодня проиграл Завтра ты опоздал Я выиграл Случайность Результат случайный Получается Вот Я помню там Хузинга Олимпийский чемпион Бах Упал на базаре Там даже можно было Дать япон Потом он все-таки Сделал япон Ну Он же пропустил Бросок А мог бы быть И япон И вот смотри Вот уже ты не олимпийский чемпион А никто там Призер олимпиады Понимаешь Или там Иногда там Читаешь там Всякие Рассказы Там Когда вот там Тренер что-то подсказывает Там раз Что-то в голове Спасмена Что-то меняется Какая-то ситуация Чисто психологический Сплеск Ну Тактики Все равно я не вижу Ну там Кстати иногда Некоторые вещи Бывают Ну Сродни с тактикой Например Я помню Я читал такой момент По вольной борьбе Или по классике Что-то такое На спортсмен Выиграл схватку На его там Этот Оппонент Прессует Прессует Ему тренер кричит Выпрямись То есть отдай ноги Прочее Он так Растерялся Ну выполнил установку И соперник растерялся Думаю Нифига Что это он делает Такое Понимаешь Открылся Казалось бы Там все Вот И он эти секунды Это использовал Для Это пошло Как бы на победу То есть Ну Такие решения Бывают Ну в принципе Да Это как раз Не психологический фактор А все равно Тактики Он поменял позицию И стал бороться Да Ну идемте Поглашаю вас Замерзну Субтитры сделал DimaTorzok